Здравствуйте всем! Я Александр Кутузов, компания Печной Мир. Рады приветствовать вас на нашем медиапространстве. Сегодня мы хотим представить вам удивительную, уникальную и очень приятную новость о поступлении в наш ассортимент печей завода КДМ, это Нижний Новгород. Разработка их инженеров и печников, то есть совместная, да, то есть как бы есть банные и отопительные печи пришли и банные варианты, разные модельки. Значит, здесь на витрине мы сейчас выставили две модельки, русская баня называется, одна у нас в талькохлорите, да, в талькохлоритовой облицовке, вторая в кирпичной облицовке. Ну, это в принципе одна и та же печка, просто маленько разный фасон, да, по-разному реснички накрашены. В чем фишка этих печей? Вообще КДМовские печи отличаются тем, что их инженеры работают очень плотно с печниками, с печниками и они очень сильно, значит, нацелены, нацелены и мотивированы на улучшение КПД печей, на увеличение КПД печей, на улучшение их технических характеристик, на функционале. Значит, вот эти печки русская баня, да, то есть они созданы для того, чтобы создавать в парилке максимально комфортный климат, максимально комфортный климат, значит, создать горячие камни открытые с удобным доступом, с удобным доступом. И в то же время печка сделана очень в долговечном варианте, в том плане, что любые кирпичные печи подвержены растрескиванию, да, здесь вот эта кирпичная облицовка или каменная облицовка, она никогда в жизни не потрескается, потому что она собрана в сухой шов, то есть и она собрана на металлическом кузове, да, то есть, как бы, который исключает любое продымливание там и прочее. То есть, что это дает? Металлический кузов дает равномерное распределение тепла по всей окружности печи, то есть железо, обладая высокой теплопроводностью, распределяет тепло равномерно и быстро. Плиточки, только магнезитовые или только хлоридовые, которые здесь мы вот видим, да, они тоже обладают высокой теплопроводностью и, соответственно, они воспринимают это тепло от железа очень хорошо, равномерно прогреваясь. На теплотехнических испытаниях этих печей, значит, было зарегистрировано, что за час сорок топки поверхность печи нагревается до ста десяти, до ста пятнадцати градусов равномерно от самого низа вот отсюда и вот отсюда. Вот эта чаша, чаша, да, вот эта чаша, она, смотрите, закрыта чугунным, чугунной крышкой, чугунным кольцом. Это чугун, который никогда не прогорит, да, то есть, как бы, ну, очень надежный. Значит, это, вот это приспособление, да, то есть, трубное, вот видите, чугунная, чугунная чаша закрывает из шамотного кирпича ядро, то есть, сама топка выполнена из шамота, что очень долговечно, очень надежно. Шамот, это у нас огнеупор, который сейчас, ну, вот, есть в России и он всегда был, то есть, как бы, и его используют как раз именно огнеупор промышленный используют для создания топок в этих печах. Значит, вот эта нахлобочка, нахлобочка дымосборник, да, зубовый дымосборник, значит, одевается вот сюда, вот на патрубах, да, на этот, на чугунный. В чугуне у нас здесь бушует пламя, бушует пламя, там горят дрова, да, то есть, и факел пламенный вылетает вот сюда. Значит, здесь, чтобы он в небо не летел сразу, да, то я почему уже говорил, что они очень зациклены на увеличении КПД, здесь вот такой зуб с равномерным распределением газового потока до трубы. Значит, что это дает? Когда мы закладываем сюда на чугун камни, камни, да, то есть, все это закладывается камнями, и каменка у нас, получается, прогревается снизу от чугунной крышки, которая над топкой, и с боков изнутри камни, вот здесь вот обложенные прогреваются, вот, от этой вот нахлобучке дымосборника, да, зубового дымосборника, дымораспределителя. Значит, это сталь, сталь IC 304, которая жаростойкая, жаростойкая, с высоким содержанием хрома, без никеля, она на вид вот даже такая матовая, да, не очень красивая, даже, наверное, как, ну, среди нержавеек, не как пищевая, она матовая, но она огнеупорная, она кислота щелочистойкая, и выдерживает температуры до 1600 градусов. Температура факела, вот здесь, на выходе, вот в это самое хайлов чугунная, температура факела, при открытом поддувале будет достигать 950-900 градусов, что позволит нагревать камни, то есть, ну, и нержавейка тоненькая, она тоже быстро прогреется, и будет греть камни, значит, лучами, и контактно, где камни будут с ней контактировать, значит, контактным способом нагревать камни, за счет этого каменка будет, смотрите, прогреваться вся равномерно, хоть в этой части, хоть в этой, хоть в этой камни будут равномерно прогреваться, и внизу, и здесь сверху, да, то есть, полностью, она будет вся горячая, и это позволит, вот, вот это приспособление нагреть камни очень быстро, то есть, быстрее, чем это мы обычно делаем в других, другого типа каменках, хотя она и открытая, да, то есть, открытые каменки обычно камни сильно не догреваются но вот в этом случае можно разогреть камни до 400 градусов то есть за два часа топки за два с половиной температуру камней можно поднять 400 450 градусов что даст взрывной мелкодисперсный хороший легкий пар значит топка топка как я уже говорил выполнена из шамота из шамота да вся и сзади если вот мы там сейчас посветим да то есть вот там видите стоит алтайская кольчуга колосничок это для подачи дополнительного воздуха задней части из подзольника из подзольника для подачи вторичного воздуха вот у нас есть специально регулировочная чашечка чашечка регулировочная вот она значит и мы регулируем подачу вторичного воздуха открыванием вот этой чашечки вот прозор у нас здесь захвата воздуха увеличивается да видите увеличивается то есть мы этим самым регулируем количество от того воздуха который подается в заднюю часть топки который не использован но для догорания газов летучих до топливных то есть и пиролизных так называемых газов для увеличения температуры факела топка выполнена бесколосниковая подовая подовая воздух вот отсюда также подается через боковые щели в шамотной кладки шамотной кладки и через вот эти вот дверка здесь да вот визу и установлена значит смотрите она с двумя шиберами верхней шибер нижней какие функции значит два шибера эти в первую очередь несут функции так сказать горение чистое стекло так называемое да то есть для обдува стеклянной дверки чтобы она не коптилась это первое предназначение второе что этот воздух кроме того что после того как обдул стекло поступает в топливник и вот через нижний шибер да через верхний остывая опускаясь вниз тоже поступает вот сюда и осуществляется горение спереди то есть спереди а в заднюю часть где воздух не поступает от этих шиберов он поступает через вот этот захват вторичного воздуха да то есть через воздух и распределитель чтобы там на тонкая часть подрезанная шамотного кирпича не изнашивалась от перегрева до от перегрева значит установлен колосник алтайская кольчуга так называемая вот его сейчас убрал это алтайская кольчуга я вот тоже в своих печах кирпичных тоже их пользую все время для предохранения кирпича от выгорания значит кирпич контактируя с углифицирующимся топливом температура углей березовых дров больше 1000 градусов 1100 градусов в момент продувки значит и шамотный кирпич даже огнеупорный до имеет свойство но немножко как бы разрушаться при таких температурах вот чтобы этого не происходило вот этот сменный материал который стоит 500 рублей то есть как бы очень легко меняется вот он просто ставится туда и потом по мере если он покорежится или что-то с ним произойдет то есть его просто вытащил поставил новый да и все то есть при этом кирпич и задняя часть вот посмотрите как она собрана значит подрезанный кирпич он всегда слабее слабее чем целый дай кирпич то есть как бы и соответственно может подвергаться растрескивание поэтому вот сюда ставится вот это самое колосничок вертикальный вертикальный колосничок с названием алтайская кольчуга вот таким вот образом вот все вот он поставил на место вот он стоит в своем штатном положении предохраняет резанный кирпич от прогорания и распределяет воздух и заодно защищает что туда в дырочку в этого отверстия да то есть воздушное не сыпался пепел зола и прочее так сказать продукты не сгоревшего топлива вот только выполнена полукруглая круглая скажем тогда что позволяет отражать лучевую энергию и концентрировать ее в центре закладки топлива что улучшает качество сгорания топлива вот взять допустим такие известные конструкции как русская печь тандыр значит но тандыры да они тоже вот имеет кольцевую такую свою структуру для того чтобы топливо сгорало лучше чтобы поддерживать более высокую температуру и чтобы ее равномерно распределять по стенкам по наружу ну там в тандыре по внутренним стенкам здесь здесь в данной в данных модель как банных печей температура от топлива распределяется равномерно сферической сферической огнеупорной колбе да с нее она передается на металлический кожух на металлических кожух которому прикреплено вот эти облицовочные пластинки поэтому сказать что эта печка очень надежная это но ничего не сказать эта печка совершенно очень надежно потому что трескаться здесь нечему поскольку она собрана вся в сухой шов то есть как бы все кирпичики каждый сам по себе живет своей отдельной жизнью но подгонка такая что они пригнаны очень плотно пригнаны очень плотно да по швам и продымливание всякое тут просто исключается но собираются куда на пмж на пмж они собираются на мастику на мастику на термостойкую мастику производства или компании терракот или питерский титан значит кирпичи склеиваются то есть тоже получается герметичная герметичная такая скорлупа из огнеупора и потом с небольшой отступкой металлический кожух подобный вот сейчас идет процесс сборки красотопительной печи сейчас покажем металлический кожух вот металлический кожух да вот такой и на него вот так вот ставятся облицовочные пластиночки видите контакт плотный но сухой сухой контакт то есть плиточки нагреваются они живут своей жизнью то есть поэтому чтобы что-то растрескалась ну так быть не может чтобы кирпич потрескался тоже так быть не может потому что он раскрепощен то есть он не закреплен он может расширяться в любую сторону то есть у него есть люфты зазоры и так далее вот значит что дает вот эта облицовка кирпичная это дает мягкое инфракрасное излучение во все стороны до во все стороны то есть парилка обогревается лучами кроме того что идет конвекция захват воздуха через вот эти щели и между металлическим кожухом и шамотным ядром есть зазор два сантиметра два сантиметра сейчас мы покажем потом вот два сантиметра это конвективная рубашка для чего значит происходит захват ядро горячая шамотная да здесь в щелевом канале который идет по всему периметру этой печи по всей окружности возникает тяга до за счет того что горячий воздух удаляется и холодный воздух вталкивается через вот эти вентиляционные отверстия которые есть внизу воздух берется от пола парилки от пола парилки прокачивается через конвективную рубашку и выходит вот здесь уже горячим чтобы он не остужал у нас но основной массив камней основной массив камней ближе к центру до греется вот от чугунной решетки и вот этого приспособления которое замечательно инженеры инженеры кд морские придумали то есть я даже не додумался до такого то есть но вот очень здоровское устройство которое позволяет разогревать камни равномерно из середины снизу и сверху чтобы они были максимально горячие чтобы дым сразу не летел напрямую в небо да то есть кроме того и вот это устройство еще и выполняет роль искрогасителя искрогасителя потому что банные печи которые вот допустим вот вот смотрите вот вот банные печи допустим везувий да они видите они прямоточные то есть выход из топки вот выход из топки вот там топка эти вот отверстие из топки прямо в трубу и когда поддувала максимально открыто мы можем увидеть огонь на выходе из трубы через четыре метра через четыре метра мы можем увидеть факел факел огневой прямо факел поэтому там ставят сверху зонтики искрогасители и прочее но это не главное потому что основной факел основная температура вот в этих топках развивается вот здесь то есть в первом метре допустим если в зоне горения температура 650 700 градусов то в первом метре сэндвича который вот здесь ставится но обычно его защищают такими бачками с водой температура может достигать 800 850 градусов что приводит к изменению цвета вот этой самой нержавейки да то есть и первое звено которое сюда ставится одноконтурное такое обычно через первую топку уже после первой топки имеет цвета побежалости что говорит о том что железо разогрелась до 700 градусов 650-700 градусов то есть понимаете что кпд в этом случае у нас отдыхает то есть вообще как таковое потому что из топки прямо в небо то есть основной факел который дает основную температуру он вот здесь выше так сказать ну в трубе и выше в этом случае в этом случае значит основной факел распределяется распределяется вот в этом устройстве и максимальная температура до жига газов она вот здесь есть максимальная температура расходуется на разогрев каменки значит эти печи позволяют создавать климат действительно русской бани с легким дисперсным хорошим паром можно и поддавать на каменку и можно в режиме сауны в режиме сауны просто разогреть парилку до 100 градусов за три часа топки то есть два с половиной три часа топки и температура в парилке объемом 18-20 кубических метров то есть это примерно два с половиной на 280 или на три метра обычно вот такие парилочки для 280 на 3 высотой 250 это 18 кубов 18-20 кубов до кубических метров воздуха вот эта печка позволяет его разогреть за два с половиной часа топки до 90 100 градусов но еще тут зависит конечно от утепления наружных стен как они сделаны ну вот в среднем такие показатели печки уникальные по конструкции уникальные по конструкции и по доступной скажем так цене то есть вот 163 тысячи за кирпичную печь за кирпичную именно кирпичная потому что шамот на ядро плюс каменная облицовка это то есть ну как бы очень такая демократичная цена потому что если мы посмотрим на буржуйки которые рядом есть от прямо точные где факел летит в небо то многие из них 50 70 тысяч ну и кпд у них около 30 процентов то есть 40 здесь кпд около 80 процентов у этих печек то есть как бы и они вот просто вот этим они очень хороши кроме того кроме того кроме того значит только хлорид только хлорид при нагревании от 70 градусов от 70 градусов начинает лучить то есть испускать инфракрасные лучи в длинном волновом где невидимом диапазоне да то есть что это обозначает это обозначает что лучи которые в длинноволновые инфракрасные лучи они глубоко проникают в мягкие ткани человека да то есть проникает даже в жидкости жесткие лучи инфракрасные которые железо допустим излучает она в жидкости не проникает, отражается, то есть там, ну, за счет дефракции волн, значит, отражается от поверхности жидкости. А вот длинные инфракрасные лучи, они проникают в жидкости на глубину до 6 до 7 сантиметров, что позволяет производить разогрев тела человека, да, то есть, ну, глубокий прогрев производить, вот лучевая энергия, которая передается тепло от вот этой облицовки, что от кирпичной, что от только хлоритовой, значит, позволяет прогревать тело человека глубоко, глубоко, то есть, теплолечение, то есть. Ну, и вот в завершении, так сказать, нашей презентации хотелось бы сказать, что любая железная печка не даст того медицинского оздоровительного эффекта, как вот эти КДМовские печи, то есть, которые вот облицованы керамикой, керамикой, да, то есть, керамика, вот кирпич керамический Кирово-Чепецкого завода, он тоже излучает лучи в длинном волновом диапазоне, и тоже очень полезны они в смысле теплолечения, то есть, для организации прогрева тела человека, то есть, не обязательно создавать температурный режим, скажем так, экстремальной бани, где будет 80, 190, там, 120 градусов температура, достаточно 70-80 градусов температуры в парилке, и плюс вот лучевая вот эта колба, которая распространяет лучи во все стороны, да, то есть, этого будет достаточно, чтобы за 15 минут прогреться, и потом еще потеть 2-3 часа после банной процедуры, то есть, как бы, ну, получить глубокий прогрев, то есть, в смысле, оздоровления организма и очищения организма, в отличие от всех вот железных печей. Ну, вот на этом, наверное, мы закончим про наши банные печки, русская баня, потому что следующая моделька, которая будет здесь собрана, она будет, ну, маленько другой конфигурации, и другого устройства, то есть, с прямым нагревом камней, вот это, эти обе печки, то есть, это одна и та же моделька в разной облицовке, они с косвенным нагревом камней, то есть, они всегда чистые, печка топится, а мы паримся, печка топится, а мы паримся. Холодно стало, подкинул три полена, дальше пошел париться. Те печки, они с прямым нагревом камней, то есть, протопил, закрыл трубу, потом пошел париться, но это отдельная история, мы потом про них вам расскажем. Значит, сейчас мы перейдем плавно к отопительным печам, опять же, завода КДМ. Продолжение следует... Продолжение следует...